Всем привет! Я Донара Жуманова, сегодня в студии 7. Диплом в два раза быстрее. Казахстанским студентам сократят период обучения в УЗИ. Новшество вступит уже в сентябре, но будет ли для всех работа? Ведь многим ее уже сейчас не хватает, о чем предупреждает министр труда Тамара Дуисенова. Продолжение следует. Россия начала новую фазу военной операции в Украине. Зеленский заявляет, решающая битва случится в Донбассе. К чему нам всем готовиться? Выступления Нурлана Сабурова оказались под угрозой. СМИ сообщают об отмене тура в Израиле. Поговорили с теми, кто критикует позицию комика, мол, он должен был осудить происходящее в Украине. Гражданское сопротивление, они получат от всех диаспор. А также теми, кто считает, вешать всех собак на артиста нельзя. Во всем информационном потоке мы выбираем то, о чем действительно стоит задуматься. С нами все станет понятно. Поехали. Друзья, как вы считаете, легко ли в Казахстане найти работу, не имея связи? Вот такой вот интересный опрос. Принимайте участие в голосовании. Казахстанским студентам предстоит повзрослеть раньше обычного. Им сократят период обучения в вузах. Сейчас, чтобы получить степень бакалавра, нужно отучиться 4 года. А вот с нового учебного года, то есть с сентября, сроки сократятся до 2,5 лет. Пока это будет пилотный проект и внедрят его в двух городах страны, в столице Алматы. Сейчас ведомство решает, какие именно вузы затронет это новшество. Сам министр Айма Гамбетов пояснил, в первую очередь, это запрос со стороны работодателей. Это им нужны кадры и поскорее. И это на самом деле интересная ситуация. На одной чаше есть безработицы и безработные, а на второй работодатели, которые ищут таланты. Леона Жамлеханова поговорила с представителями карагандинских предприятий и выяснила, кто им так сильно нужен. В Карагандинской области в центре занятости зарегистрировано 5700 безработных. Сейчас, в свете нехватки технорей инженеров, им предлагают вакансии в основном на предприятиях региона. Правда, многие из них просят найти работу в сфере услуг или же деятельность, связанную с интернетом. С начала года центр занятости трудоустроил порядка 4000 человек. В списке 700 различных вакансий. Но многих безработных жителей шахтерской столицы не устраивает и цена за труд. У нас в центрах занятости вакансии начинается от 60 до 300 тысяч. 300 тысяч – это уже специалисты технические, специалисты технорей. А большинство безработных не устраивает заработную плату где-то. Где-то там место расположено, в разной ситуации бывает. Но те, кто обращаются, большинство, мы находим работу, скажем так. К примеру, в строящийся шинный завод требуется сегодня более 700 специалистов. Большая нехватка кадров и в карагандинском предприятии по вывозу мусора. Купили новые большегрузы, а вот работать над них некому. Катастрофически не хватает как водителей, так и ремонтников, грузчиков, разнорабочих. Директор Виктор Иванов признается, работа тяжелая, но зато платят за нее очень хорошо. Зарплата водителя здесь 400-500 тысяч тенге. Это не просто баранку крутить, допустим, там на карьере или просто в городе, допустим, по асфальту, да еще по таким дорогам, как на наш полигон. Это все тоже накладывает отпечаток. Второй момент. Им работать с манипулятором – это тоже своя особенность. Специфика – это мусор. Люди, некоторые, особенно молодежь, стесняются. К сожалению, на сегодняшний момент нехватка очень острая. Порядка 15-20 бы водителей нам бы просто очень необходимо. По официальным данным, безработица сегодня в Казахстане достигает почти 5%. Но, по мнению экономиста Айдара Лебаева, это нереальная цифра. Сегодня безработных куда больше. В результате суммарная цифра сегодня может находиться в интервале между 3,5 и 4 миллиона человек. Если исходить из того, что количество работающего населения у нас находится в пределах от 10 до 11 миллионов человек, то мы выходим с вами на цифру уровня безработицы в стране в интервале от 30 до 40%. В первую очередь экономист Айдар Лебаев безработицу связывает с низкими зарплатами в частных организациях. И государство не создает условия для развития малого и среднего бизнеса. Слишком много проверяющих и нет доступных кредитов. А еще программы по снижению занятости в стране не работают, говорит экономист Айдар Лебаев. А пока выходит так, что на рынке труда, вопреки законам рынка, спрос не рождает предложения. Леана Жамлихан, Вейркеллан Тойболдин. Специально для Студии 7. По официальным данным в Казахстане примерно 450 тысяч безработных. Сложнее найти себе занятие жителям Туркестанской области, Алматы, Шимкента и Западно-Казахстанскому региону Западно-Казахстанской области. То, что мир меняется и с этим ничего не поделаешь, понятно уже, думаю, всем. А вот на что делать ставку, чтобы не остаться ни у дела, обсудим это далее в выпуске с нашим гостем, советником президента Центра прикладных исследований Талаб Кадырбеком Боребековым. Россия заявила о новой фазе военной операции в Украине. В интервью изданию India Today министр Лавров сообщил, в противостоянии это очень важный момент. И президент Зеленский четко дает понять, битва будет идти за Донбасс. Там, по словам украинского лидера, сегодня сконцентрированы российские войска. Якобы эту информацию ему подтвердили в том числе западные партнеры. Адиль Болтабаев подробнее о происходящем на Восточном фронте. Конфликт в Украине набирает обороты, или, как сказал глава российского МИДа Лавров, переходит в новую фазу. Не все поняли эти слова политика, а речь шла об ожесточенных боях в Мариуполе и Донбассе, считает эксперт по международным отношениям Таир Нигманов. После переговоров в Анкаре, когда стороны вроде как о чем-то договорились, и Россия даже частично отвела свои войска, градус напряженности слегка понизился и в какой-то момент запахло перемирием. Но ситуация изменилась, и если раньше Зеленский говорил о готовности к переговорам и обсуждениям, то сегодня, по всей видимости, речи об этом не идет. Сейчас в Донбассе сосредоточена значительная часть всей российской армии. Но сколько бы русских солдат туда не загнали, мы будем сражаться. Мы будем защищаться и будем делать это каждый день. Ничего украинского мы не отдадим, а чужого нам не надо. На смену риторики украинского президента могли повлиять события в Буче, но и результаты столкновений тоже придали уверенности Зеленскому, убежден российский политолог Алексей Малашенко. Никто и не думал, что Украина выстоит, а тут еще и почти весь мир на стороне Зеленского. Вот он и задумался, а переговоры ему вообще нужны? Появляются какие-то надежды, что, может быть, проблему Донбасса можно решить как минимум в ничью, а как максимум одержать, ну не скажу победу, но во всяком случае продолжать сопротивление. И все это действительно создает ему такой бэкграунд уверенности. А вдруг чего получится? А зачем мне говорить, когда там еще продолжаются бои? Вот чем они кончатся, вот тогда и посмотрим. Такая позиция Зеленского достаточно рискованная, считает Малашенко. Ведь и России терять уже нечего, а потому биться она будет до конца. Политолог уверен, сесть за стол переговоров рано или поздно все же придется. С российским коллегой согласен и Таир Нигманов. Просто чтобы выдвигать условия, нужно иметь на руках карты, хорошие или плохие. Нет смысла проводить новые переговоры, если ситуация на поле боя не изменилась. То есть, если ситуация на поле боя не изменилась, то и договорная способность стран не поменялась. То есть, они ждут, как закончатся сейчас результаты боев, в первую очередь, в Мариуполе или и там в других важных стратегических точках. И уже когда результат изменится, будет смысл снова встретиться, обсудить, а на что вы согласны теперь. И вот несколько часов назад пресс-секретарь Путина заявил, что Россия передала Украине некий документ с некими условиями. Однако украинцы, по его же словам, не склонны ускорять или усиливать переговорный процесс. В общем, то, о чем мы говорили. Эксперты рассказывают, что ситуация прояснится уже в ближайшие дни, когда закончится та самая новая фаза, и станет ясно, на чьей стороне преимущество. Адиль Болтабаев и Азамат Смайлов специально для студии 7. И уже миротворцы Организации Объединенных Наций призывают обе стороны, пока не случилось непоправимое. Давайте сядем за стол переговоров уже под эгидой ООН. В первую очередь предлагают обсудить гуманитарные вопросы, а еще, возможно, перемирие. Хотя всем уже понятно, его в ближайшее время не будет. Надежды на худой мир появились после истамбульских переговоров, когда Киев предлагал в том числе обсудить статус самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР. Но после случилась трагедия в Буче, а вместе с ней пропала вера, что все нормализуется. Мы поговорили с российским политологом Рашидом Абдуло, обсудили с ним в том числе, как менялась риторика с обеих сторон. Сейчас действительно спецоперация на Украине является ничем иным, как активной частью выяснения отношений между Россией и НАТО. По сути дела, Украина является ничем иным, как местом, где столкнулись две силы, большие силы. Россия, а вместе с ней и Китай, и ряд других стран. И, с другой стороны, Соединенные Штаты и НАТО выясняют свои, как говорится, отношения. Поэтому, исходя из этой логики, так как Украина в данном случае выступает от имени НАТО, скорее всего, как бы таким образом, и через Украину НАТО реализует свои интересы, то есть совершенно естественно, что они всячески стремятся поддерживать Украину с тем, чтобы она как можно вдоль, в большей степени, была способна оказывать сопротивление России. Я Донара Жуманова, это Студия 7. Друзья, как вы считаете, легко ли в Казахстане найти работу, не имея связи? Принимайте участие в нашем опросе. Нурлан Сабуров продолжает подвергаться критике со стороны своих поклонников. По данным СМИ, после скандального тура в США, выступления комиков в Израиле были отменены. Пока неясно, было ли это решение самого артиста или же организаторов, сам Нурлан по этому поводу ничего не заявлял. Мы уже говорили об этой довольно непростой ситуации. Нурлан Сабуров – казахстанец, выступающий в российском стендапе. Артисты до Украины особо не высказывался по какому-либо событию. Если заглянуть в его соцсети, можно увидеть лишь информацию о творческой деятельности. Он не входил в то число известных людей, которым всегда есть что сказать. Если раньше зрители стендапа относились к этому спокойно, то сейчас Сабуров попал просто под жесточайший прессинг. Один из тех, кто критикует комика, казахстанский активист, живущий в США, Ганистамбек. Он был в числе тех, кто на выступлении юмориста в Нью-Йорке спросил Сабурова, зачем он обсмеял одеяние девушки-украинки, которая символизировала собой кровь погибших. Я не думаю, что у меня задача была сорвать концерт. Я понимаю, что человек работает, зарабатывает деньги. Это абсолютно нормально. То есть он не обворовывает, он какие-либо махинации не проводит. Единственное, я говорю, меня лично как человек, как казаха, задел то, что он задел, поскорбил украинскую активистку и оставляю ее, он оставляет весь народ. Вот. И второе, то, что он косвенно спонсирует армию России. Потом в концерте основная масса людей, которая пришла, она, конечно, пришла так или иначе отдохнуть, получить какие-либо эмоции, посмеяться. Вот. Но снаружи, когда люди шли в концерт, в помещение, в зал, я тоже один из тех людей, который туда заходил, нас встречала такая огромная украинская диаспора. Там также была представитель казахов нашей организации, были азербайджанцы, грузины и другие люди. Любой российский артист и так далее, кто будет приезжать сюда, делать здесь деньги, делать здесь бизнес, при этом не высказываясь открыто, они получат большой-большой такой резонанс. Я бы сказал, гражданский активизм, гражданское сопротивление, они получат от всех диаспор. Но не все разделяют точку зрения активиста. Так, медиа-менеджер Сырым Иткулов считает вешать всех собак на казахстанца неправильно. Люди приходили с оскорбительными баннерами, они прям подготовленно приходили. И мне было непонятно вовек этих людей, жителей США, которые сами, мягко говоря, не спешат помочь своей родине, наверное, скорее всего. Но в то же время упрекают артиста, гражданина другой стороны, в том, что он просто отмалчивается. Я думаю, что в коммуникационном плане это был неправильный шаг, когда он высказал эту неудобную, мягко говоря, шутку, да, то есть сравнил в адрес девушки. Но в целом я считаю, что это неоправданно. Почему-то какая-то вот пошла атака прямо буллинговая в адрес всех тех, кто так или иначе не высказывает свою точку зрения, да. То есть они, никто не обязан здесь обязательно кричать, говорить, что он за или против, я считаю, тем более, если он не политический деятель, а общественный деятель. Нурлан, по крайней мере, на первой встрече, он ответил честно, что извините, ребята, у меня есть семья, у меня есть там, мне еще возвращаться в Россию, мне еще жить там. То есть здесь человек, как бы, он не обманывал, отчаянно. На наших глазах мир делится на красных и белых, на левых и правых, причем это происходит вне зависимости, хочет человек определяться или же нет. И сейчас вопрос о том, а должны ли известные персоны в обязательном порядке высказывать свою позицию стоит очень остро. На десятый план уходит тот факт, что человек может по природе своей не стремиться вообще к какому-либо оцениванию. Продюсер студии 7 Даурин Исагулов поговорил с российским журналистом Ильей Варламовым о том, как он относится к обновленной этике. У Варламова многомиллионная аудитория в социальных сетях, там он и говорит о своем отношении к происходящему. И для большинства россиян это мнение очень непопулярное. Варламов осуждает действия Москвы и считает, что публичный человек не должен прятать голову в песок, когда происходят столь страшные события. Илья, вот как вы думаете, должны ли популярные люди, которые, например, раньше не были связаны с политикой, высказывать свою точку зрения относительно Украины? Ну, смотрите, любой публичный человек, у кого есть доступ к аудитории, он формирует мировоззрение этих зрителей. И можно это мировоззрение прямо формировать и говорить людям то, что он думает, можно промолчать, но в таком случае даже молчание – это тоже определенный сигнал. А когда публичный человек для себя решает, что он не будет высказываться, потому что он видит какие-то определенные для себя риски, он боится за свою карьеру, еще за что-то, он тем самым не использует в нужный момент свое оружие, которым не является слово, то есть слово человека – это всегда тоже оружие, мы можем переубедить, мы можем повлиять на человека, мы можем изменить его точку зрения. И когда он не использует это оружие, он тем самым все равно участвует. И вот это вот неучастие, оно позволяет другой стороне, противоположной стороне, в данном случае, например, в стране, которая за войну, а насколько я знаю, Нурлан, он высказал, что он против войны, он на одном из своих выступлений сказал, что он не поддержит эту войну, но тем не менее он не хочет ничего сделать, чтобы отстать свою точку зрения. Тем самым он дает возможность людям, кто за войну, кто эту войну разжигает, он дает им возможность действовать активнее, что в итоге приводит к большему количеству жертв, смертей, беженцев, разрушений, всему тому, к горею, беде, которую мы сегодня видим в Украине. И в нужный момент ты не можешь оставаться в стороне, в нужный момент ты обязан высказаться, потому что аудитория, которая тебя кормит, которая дает тебе деньги, благодаря которой ты зарабатываешь, ведешь там роскошную свою жизнь, благодаря которой ты кормишь там свою семью, в какой-то момент ты обязан этой аудитории описать какие-то вещи, ты обязан на нее повлиять и сделать все возможное, чтобы сделать этот мир лучше. Да, я для себя выбрал, как человек, тоже обладающий в аудитории, что я не могу молчать. Это был мой выбор. А вот если говорить о странах, должны ли они как-то выражать однозначно свою позицию, высказываться? Слушайте, ну по странам эта история же такая, да, это политика, если в стране есть свободные выборы, и люди выбирают того или иного политика, он фактически исполняет желания или ожидания своих избирателей. И если он понимает, что для его страны лучше не высказываться быть в стране, да, опять же, сложно за это там кого-то как-то судить, потому что еще раз, в другой стране конкретный политик, там, президент, там, руководство этой страны, оно в первую очередь отвечает перед своим избирателем, оно в первую очередь несет ответственность за своих избирателей. Ну и как вы думаете, смогут ли когда-нибудь русские украинцы вновь стать братским народом? Когда-нибудь смогут? Вопрос когда? Я думаю, это не произойдет в будущем. Это вопрос, к сожалению, наших детей и внуков. Я думаю, это вопрос не нашего поколения, потому что то, что сегодня сделано, то, что продолжает делаться, это, конечно, настолько серьезная трагедия, что раны от этой трагедии, они будут очень-очень долго затягиваться. И мы оставляем очень тяжелое наследство нашим детям и внукам, очень тяжелое наследство будущим поколениям. Друзья, полную версию интервью с Ильей Варламовым вы можете найти на нашем YouTube-канале «Студия 7». Вообще, эта мысль уже звучала в наших эфирах, но позволю ее повторить вновь. Общество не только в Украине, но и в нашей стране, в России, в других государствах становится все более разобщенным. Начало положено в 2020 году, когда случился ковид, и появились два лагеря. Те, кто за вакцину, и те, кто против. Сейчас Украина, и этот разлом между ними и нами, к сожалению, становится все больше. Друзья, я возвращаюсь к теме трудоустройства в Казахстане. Министерство образования намерено раньше выпускать студентов из вузов. Хватит ли на всех работы, и кто сегодня нужен рынку, обсудим это с советником президента Центра прикладных исследований Талаб Кадрбеком Боребековым. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в чем причина, по вашему мнению, по данным, может быть, исследований, в чем причина безработицы? Вроде бы и работа есть, и при этом как будто и некому работать. Основная причина, конечно, очень мало свободных рабочих мест, которые отвечали требованиям молодежи, целым, кто имеет уже профессию. Во-вторых, все мы слышим, что работодатели говорят, что не хватает нам специализированных, квалифицированных специалистов. Отчество неправы, потому что то, что у на рынке есть предложение в виде свободных рабочих рук, у них намного ниже уровень квалификации, их компетенции, то, что требуется на производстве. Основная причина, я думаю, именно в их компетенции. В отсутствии их опыта работы в той или другой отрасли, в той или другом виде работы. Вот нехватка привлеченных навыков, опытов. Хотя он вроде специалист, но в то же время потребованные работодатели, они не отвечают, потому что на производстве за определенное время нужно качественно выполнить определенное количество продукции, определенный объем работы. Именно эти они не могут выполнить. Поэтому главный вопрос – качество подготовки кадров. Качество подготовки кадров – это получается одно, но при этом мы видим, что Министерство образования, например, увеличивает число грантов для учащихся колледжей, то есть пытаясь таким образом привлечь молодых ребят. Какой от этого вы еще видите эффект? Другое. Кто обращается с Центром безработных? Обращается в основном молодежь, которая не имеет специальности, какую-либо даже рабочую квалификацию. Чтобы молодежи дать возможность получить первую профессию бесплатно за счет государственного бюджета, Министерство увеличивает. Из года в год пытается увеличить количество мест за счет государственного бюджета для получения необходимых специальностей, которые требуются на рынке труда. Поэтому, я думаю, это только положительная сторона сегодня для представления возможности получения профессии. Ну да, и получается, не у всех же тоже есть возможность за деньги учить своих детей. Скажите, пожалуйста, а есть ли уже представление о том, за какими профессиями будущее? Вот у нас министр по цифровому развитию цифровизации, скажем так, запуталась в должности Богдата Мусина. Вот он нам говорил о том, что будущее за IT. Что еще? Ну, если мы посмотрим на те интервью, на те заявления, которые занимаются вопросом занятости населения, занятости молодежи, это центры занятости основной. Они есть на всех уровнях, до районного уровня. И они заявляют все время о нехватке рабочих квалификаций в основном. Нужны нам хорошие, квалифицированные водители, говорят. Вроде водителей много. А сегодня водитель не только крутит руль машины, да, то или другое машины. Он и экспедитор, он и сопровождает этот груз и так далее. То есть у него появились дополнительные компетенции, дополнительные квалификации. Нужны высокие квалификации водителей, которые могут и в качестве экспедитора выступать, в качестве сопровождения через таможенный контроль и так далее, и так далее. Поэтому об этом говорят, что нужны. Нужны строители, отделочники. Ищем отделочников, хороших отделочников нет, чтобы доверяли его. Опять же, здесь вопрос стоит о их компетенции, о их квалификации. Ну да, получается, если резюмирую, человек труда нам нужен для рынка. Да, главное, да. Спасибо вам большое за ваше мнение экспертное. Вы знаете, мы сегодня спросили наших телезрителей, как вы считаете, легко ли в Казахстане найти работу, не имея связи. Так вот, больше половины отвечают, что нет. Вот если коротко, можно ваше мнение. Как вы думаете? Ну, видимо, стереотип такой, который сложился ранее, сегодня, посмотрев на те свободные рабочие места, которые предлагает работодатель, любой желающий может участвовать в нем, доказывая свою компетенцию, свою квалификацию, он может трудоустроиться. Профессионал себя найдет, да? Спасибо вам большое за уделенное время. Друзья, я хочу все-таки сказать, что я в 13% который нашел работу без никаких связей. На этом все. Встретимся завтра в это же время на 7-м. Пока.